Девять утра, на улице минус 20, но низкими температурами одинцовских любителей бега точно не напугаешь. Главное размяться как следует и пять километров дадутся легко. А начиналось все в 18-м году с дружеской пробежки. Первый раз свои силы Андрей испытал на арбузном кроссе. Было непросто, поэтому решил улучшать навыки. За пять лет собрал единомышленников, как профессионалов, так и любителей. В будние дни мы бегаем на центральном стадионе, а вообще стараемся менять локации. С этого года мы внесли новые изменения в наших пробежках. Мы устраиваем беговые экскурсии по Подмосковью, чтобы узнать новые исторические места. Провести утро выходного дня дома точно не про Сергея. Увлекается бегом с детства. С каждым разом увеличивает дистанцию, чтобы повышать свой уровень. Такое классное переключение с рабочих будней на свободные, спокойные выходные. Зимой в воздухе на 30% больше кислорода, чем летом. А это значит, дышать во время бега будет легче. От объемной одежды лучше отказаться. Выбор стоит сделать в пользу термобелья и легких ветровок. Удобные кроссовки, перчатки, шапка, баф, повязка вместо шарфа и вперед на пробежку. Тот человек, которым я прихожу на пробежку, это один человек. Человек, который уходит с этой пробежки, это совершенно другой человек. То есть эмоционально заряжаешься буквально на всю неделю. Я не делаю утренние пробежки, потому что у меня рано начинается рабочий день. Я в 7.30 уже на работе. Но каждый вечер я уже бегаю. Бегаю как минимум 10 километров. Беговые встречи проходят не только по субботам на Лазутинке, но и в будни по вечерам. Кстати, присоединиться может любой желающий. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».